Всех приветствую! С вами Алексей. Сегодня у нас 5 мая 2018 год. И чем мы занимаемся, естественно, сами? Естественно, проверяем, работает ли PSN. Итак, я уже несколько попыток попробовал зайти в Fortnite. Мне уже надоело мучиться со всякими настройками. Ну и, как вы видите, опять ничего не изменилось. Естественно, я в течение дня еще попробую потыкать все ваши советы. Там прокси, VPN и вот эту всю фигню. Но с этим париться как бы неохота. По поводу... В прошлом ролике я сказал, что хочу избавиться от приставки. От PlayStation и от многих игр, которые у меня есть в цифре. Я напишу в описании к этому видео, если кому-то интересно. В общем, цену там на приставку и распишу игр, которые есть. И цены на них. Они в цифровой версии. То есть, вы получите их полностью. Ну, то есть, со всякими паролями, с почтами, с паролями от почты. В общем, можете забрать в полное свое пользование эти игры, которые есть в списке. То есть, цифровая версия чем-то и хороша. Тем, что ты можешь, где бы ты ни находился, можешь ее дать другу просто поиграть. Диск ты не можешь так быстро отправить кому-то. Ну, в общем, плюсов у цифровых версий тоже много. Я раньше считал, что плюсы у них больше, чем у дисковых версий. Но вот, когда проблемы с интернетом, то, естественно, дисковые версии лучше. Цена приставки PlayStation будет такая же, как на сайте Computer Universe. Можете сами пройти на сайт Computer Universe. Ну, в общем, ссылочки я оставлю. И посмотрите, сколько она стоит. Положите в корзину и посмотрите, сколько она стоит за доставкой. Если не хотите брать, допустим, у меня, можете купить с самого сайта. Я даже вам промо-код оставлю, вы еще скидочку в 5 евро получите. Вот эти две приставки я купил как раз с этого сайта, с Computer Universe. И поэтому там все чики-пуки. Если возьмете у меня, то можете выбрать 3 любых игры в подарок, которые я оставил в описании. Ну, в общем, что? Все, к чему я все это рекламу такую сделал небольшую? Гран-туризм не работает. Многие игры опять не работают. В общем, PSN как лежал, так и лежит. VPN я с компьютера... Не нашел я Wi-Fi. Короче, нужно сетевую карту где-то Wi-Fi найти. Чтобы прям раздать именно с компьютера по VPN интернет. Ну, к скорости все это и неохота заморачиваться. Многие мне сожалеют, что мне не во что играть. Но почему я проверяю так долго PlayStation и вообще Grand Tourism работает в миллион лет? Потому что у меня стоит выбор, на какую приставку купить руль. Потому что универсальный руль, там какой-то очень дорогой, есть, который работает и с той, и с той приставкой. То есть, у меня просто стоит выбор, на чем играть в гонки. Мне интересно просто в последнее время гонки. И хочется приобрести руль. И, в общем, я склонялся к PlayStation, но, скорее всего, эту затею я как бы отложу в долгий ящик. Поэтому на PlayStation, скорее всего, руль я все-таки брать не буду. А все-таки платформой для гонок у меня, наверное, станет Xbox. То есть, я теперь определился, что руль мне нужен под Xbox. Хрен бы с ним, с этим Grand Tourism, с этой тупой игрой, которой невозможно сохраниться на саму консоль. А если у тебя нет интернета, ты в нее вообще никаким способом не поиграешь. Это полный отстой. Для тех, кто переживает, что мне не во что поиграть на PlayStation, мне, естественно, не во что поиграть. И многие говорят, что у тебя, играйся на своем Xbox, на котором нету игр. Видите, что здесь происходит? Сейчас я переключился на Xbox. У нас здесь идет YouTube из браузера. У нас работает YouTube на данный момент. Так, закроем вкладочки, закроем YouTube. В общем, можно одновременно смотреть YouTube и при этом гонять радио. То есть, то, что нельзя делать на PlayStation. А в это время можно лазить по меню. Давайте я вам покажу игры, которые у меня остановлены. И у меня есть во что поиграть. Так, куда-то связь пропала. У меня есть во что поиграть. Как вы видите, я закачал Project Cars. Need for Speed я уже прошел на джойстике. Добавил Grid. Ну и, естественно, Forza еще остается. То есть, гонок на Xbox довольно-таки много. То есть, если приобрести руль, есть во что поиграть. Как вы видите, есть Titanfall недоигранный. Tomb Raider я сейчас играю. Record. Mass Effect есть. Mad Max надо доиграть. Когда надо радио выключить что-то. Подлагивать стало. Просто у меня там еще телек работает. Так. Ну, для тех, кто, в общем, сожалеет мне и думает, что мне не во что поиграть. Вот. UFC. Все эти игры. Очень много игр. Обошлось мне всего лишь, может быть, в максимум 2000 рублей. У меня годовая подписка EA Access. По ней получаешь игры от Electronic Arts. Такие, как Need for Speed. Mass Effect. Dead Space. Mass Effect. Вообще все части. Что там еще было. Ну, в общем, куча-куча различных игр. Titanfall. У меня просто памяти нету сейчас на приставке. Не хватает. То есть, 500 гигов. Ты поиграл во что-нибудь. Удалил. Закачиваешь новым. Просто у меня игры сейчас до жопы. То есть, и по подписке EA Access еще более 150 игр. Такие, как вот Super Street Fighter. Там Tekken. Вот я закачал в очереди. На загрузку стоит. В общем, очень-очень много игр. Вот Grid 2. То есть, чтобы вам быть обеспечено. Вы скажете, это старые игры. Но во многие я просто в них не играл. И то, что еще Xbox поддерживает игры от 360. Это тоже прикольно. Потому что от 360 игры вообще копейки стоят. Не все, конечно, поддерживаются. Но все равно. И я не знаю. Люди, которые говорят, что на Xbox не во что играть. Они, наверное, просто не видели Xbox. И не знают вообще, что на нем есть. То есть, с PlayStation Xbox отличается буквально тремя какими-нибудь двумя эксклюзивами. А эксклюзивы на Xbox, я вам скажу, намного интереснее играются, чем на PlayStation. Ну, в общем, сейчас, в данный момент, я поигрываю в Record и в Tomb Raider время от времени. В общем, вот эти игрульки мне довольно-таки неплохо нравятся. В общем, вот. Играть мне есть во что. На Xbox все работает. А PlayStation, ну, валяется без дела. Я ее как включил, так я, можно сказать, на ней ни разу не поиграл. Из-за этих вот проблем. Ну, что ж. Зато я определился с платформой. Ну, и на что брать руль. Руль, значит, придется брать на Xbox. Сейчас вот Project Cars. Хрен был с ним, с этим. Гран-туризмом. Видите, у меня видео пропадает, потому что у меня Xbox подключен через очень длинный провод и кучу переходников. Потому что в основном на Xbox я играю возле компьютера, на мониторе. Так, в общем. Играю сейчас в Recorder на данный момент. И Tomb Raider поигрываю. Mad Max тоже не прошел. В общем, куча игр, которые надо доиграть. И, в общем, просто времени даже на все не хватает во все поиграть. Вот, вот такие вот дела. Так что на сегодня все. Будем ждать. Но я буду время от времени все равно проверять. Если вам интересно, пишите, проверять ли мне соединение PlayStation или нет. Я в течение дня, естественно, попробую различные способы, которые вы мне опять накидаете. Но обычно они особо-то не помогали. Думаю, что только раздача. То есть, включение VPN на компьютере и раздача, наверное, только с компьютера поможет. Больше мне остальное там... Менять прокси-сервир, вот эти МТУ, мне особо ничего не помогало. Но, естественно, все попробую и расскажу все, что пробовал. Я, наверное, список сделаю тех способов, которые я уже перепробовал на PlayStation. Естественно, после всех этих способов я очень... Часто вы рекомендуете говорить, что не работает, потому что я не перезагружаю консоль. И с перезагрузкой, и со всеми делами... С перезагрузкой я теперь делаю после каждого подключения к интернету. И, наверное, не знаю, сделаю такой листочек, список и туда запишу все способы, которые я делал, чтобы попробовать подключить PlayStation. Ну что ж, на сегодня все. Всем удачи, короче, в работе вашей PlayStation, если у вас PlayStation. А если вы еще не купили приставку и думаете об этом, я рекомендую посмотреть в сторону Xbox. Она просто чудесная приставка и у нее куча возможностей, которых на PlayStation вообще нет. Вот так вот. Пока.